С Анатолием Ивановичем мы решили обязательно поставить эту тему в нашу конференцию, потому что дисфункция вегетативной нервной системы, или может быть, как любят формулировать терапевты или врачи общей практики, вегетососудистая и дистония, как любят формулировать наши пациенты, это та тема, с которой к нам пациенты приходят очень часто. И обсуждать эту тему обязательно необходимо для того, чтобы ориентироваться в этой проблеме и адекватно лечить наших пациентов. Если мы посмотрим на определение вегетативное, мы увидим самое разнообразие в терминах. И в общем это неспроста, потому что именно вегетативная нервная система, как вы видите, называется и висцеральной нервной системой, и автономной. И действительно она автономная. Это именно та система, адекватность которой определяет, как говорил Александр Моисеевич Вейн в своё время, определяет свободу личности. Именно вегетативная нервная система, как автономная, обеспечивает наши тылы. Если наша вегетативная нервная система работает адекватно, то человек может философствовать, может развиваться, может творить, заниматься творчеством и так далее. А когда вегетативная нервная система не справляется со своей основной функцией обеспечения жизнедеятельности, тогда возникают сложности в жизнедеятельности. Вот у человека развивается гипервентиляционный синдром. Он приходит и говорит нам, я задыхаюсь, мне не хватает воздуха. У него развивается синдром раздражённого кишечника. Он не может далеко отъехать от своего дома или от места работы. У него развиваются самые разные симптомы, синдромы. Боль в сердце, которая не связана с объективными, морфологическими, может быть, изменениями. Вот именно вегетативная нервная система делает личность свободной. Согласны с этим? Так и есть. Почему она называется висцеральной? Потому что именно эта нервная система подходит ближе всего к висцеральным органам. И опять же она обеспечивает адекватность, деятельность вот этих самых висцеральных органов. Ну, узловая, понятно, это отражает её особенность анатомического строения. Две основные функции вегетативной нервной системы. Конечно, в литературе написано много об этом и может быть сложно. Но вот учитывая, что в нашей аудитории сегодня присутствует много терапевтов и врачей общей практики, потому что именно так наша конференция была заявлена, хочется рассказать для терапевтов, может быть, более просто. Итак, две основные функции вегетативной нервной системы. Первая функция осуществляет обеспечение нашей жизнедеятельности, обеспечивает нашу жизнедеятельность. Вот нам нужно подняться по лестнице, нам нужно добежать до троллейбуса или автобуса. Все функции в нашем организме перераспределяются. Кровь приливает к окроножным мышцам, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление. Кто обеспечивает перераспределение этих функций? Именно вегетативная нервная система. Штангист поднимает штангу, в этот момент его артериальное давление достигает 200 на 120. Вот кто или что обеспечивает такое перераспределение функций? Это повышение давления, учащение сердцебиения необходимо для того, чтобы выполнить этот такт жизнедеятельности. Это все делает вегетативная нервная система. И если она адекватно реагирует на вызов, скажем так, на требования нашей жизни, значит человек справляется со своей жизнедеятельностью. И вторая функция вегетативной нервной системы – поддерживать гомеостат. Штангист поднял штангу, опустил ее, и все его параметры должны вернуться в физиологическую норму. Давление должно вернуться там 120, 130, на 80 и так далее. Если адекватно вегетативная нервная система функционирует, человек прекрасно выполняет акты жизнедеятельности и сохраняет свой гомеостаз. Какое не было бы артериальное давление, атмосферное давление за окном, повышенное, пониженное, у человека давление стабильное – 120-140, на 70, на 80 мм ртутного столба. А если у человека вегетативная нервная система работает неадекватно, то есть они являются, как говорил опять же Александр Моисеевич Вейн, я ссылаюсь на него, потому что, безусловно, он самый главный наш вегетолог в нашей стране, блестящий ученый, которого мы всегда будем помнить и цитировать. Так вот, Александр Моисеевич Вейн говорил о том, что люди, у которых вегетатика плохо работает, являются инвалидами вегетативной нервной системы. И, в общем, это очень образно и правильно. И в таком случае люди начинают ощущать себя своего рода термометром. Они говорят, моя голова как барометр, я чувствую, что будет изменяться погода, я это ощущаю. Вообще-то человек здоровый не должен этого ощущать. Он должен адекватно существовать в этом мире, скажем так. Есть такая, может быть, теория о том, что вот мамонты, почему они вымерли, потому что у них они плохо держали свой гомеостаз. Они были холоднокровными, началось похолодание на земле, вот они вымерли. Даже такие большие мамонты вымерли. Александр Моисеевич Вейн много вложил, безусловно, в развитие нашей науки о вегетологии. Когда мы говорим про синдром вегетососудистой дистонии, то мы, безусловно, в первую очередь думаем вот о психовегетативном синдроме. Безусловно, это системное расстройство, которое чаще всего встречается в нашей амбулаторной практике. Но я хотела бы вам напомнить еще и о других направлениях проявления синдрома вегетососудистой дистонии. Это периферическая вегетативная недостаточность, и это ангиотрофоалгический синдром. АТАС – такая аббревиатура, которую трудно забыть. Периферическая вегетативная недостаточность. Что это такое? Ну, например, ригидность пульса при сахарном диабете. То есть, когда вегетатика не обеспечивает жизнедеятельность, человек встал с кровати, его сердцебиение должно участиться, а вот при сахарном диабете этого не происходит. И это тоже плохо, потому что не выполняются вот эти вот поставленные задачи. Ангиотрофоалгический синдром, о нем я также расскажу немного подробнее чуть позже. Вот такая образная картинка, которую также представляли на кафедре еще в бытности Александра Моисеевича. Психовегетативный синдром – это пожар в голове. Человек приходит с разнообразными жалобами. У него болит сердце, у него болит желудок, у него синдром раздраженного кишечника. Но проблема не в желудке, и не в кишечнике, и не в сердце. А проблема у него в голове. Когда он проходит ряд специалистов, ему в результате говорят – лечите свои нервы, идите к неврологу. Периферическая вегетативная недостаточность. Это она и периферическая, что проблема идет все-таки на уровне сегментарных отделов вегетативной нервной системы. И затрагивает периферию, скажем так. А ангиотрофологический синдром – это ряд синдромов, симптомов, которые затрагивают как надсегментарную вегетативную нервную систему, так и сегментарную. Немножечко подробнее поговорим про периферическую вегетативную нервную систему. Как пример клинический – ортостатическая гипотензия, тахикардия в покое, пожалуйста, фиксированный пульс при сахарном диабете, гипогидроз или гипергидроз. Нарушение желудочно-кишечного тракта, периферического ряда, скажем так. Например, гастропорез при различных заболеваниях или на фоне дисфункции вегетативной нервной системы. Нарушение работы кишечника, запоры поноса, атония мочевого пузыря. Импотенция. В данном случае это будет органическая импотенция. А если говорить про импотенцию на фоне психовегетативного синдрома, это будет уже функциональная, правда, импотенция. Нарушение зрачковых реакций, дыхательные расстройства различные – это все как проявление, клинические проявления периферической вегетативной недостаточности. Следующий большой синдром – ангиотрофоалгический синдром. Как я уже сказала, АТАС – ангиотрофоалгический синдром. Хорошая аббревиатура. Еще она хороша тем, что из названия вытекает клиника. Ангия, то есть сосудистые проявления, трофические нарушения, алгические проявления. И все это складывается в проявлении ангиотрофоалгического синдрома. Ангиотрофоалгический синдром подразделяется также на синдром или болезнь Рейно, на эритромелалгию. Вот, пожалуйста, картинка эритромелалгии, которая одновременно называется синдромом Митчелла или болезненный органический отек кожи поспелого и другие наименования имеют. Ну и большой раздел – комплексный региональный болевой синдром. Именно это включено в нашу МКБ-10 под рубрикой ВДЖИ 56.4 – каузалгию. Комплексный региональный болевой синдром. Много названий в литературе встречается и имеет историческую представленность. То есть можно встретить название этого синдрома как альгонейродистрофия, как рефлекторная симпатическая дистрофия, как болезненный остеопороз. Вот болезненный остеопороз многие используют в своей практике. Дальше. Посттравматическая дистрофия, атрофия зудека. Синдром плечо-кисть Штейнброкера, периферический трофоневроз – это все проявления, представления комплексного регионального болевого синдрома. Вот историческая справка, как этот синдром пришел к нам в практику. Еще в 1864 году американские хирурги описали этот синдром в книге «Огнестрельные раны и другие повреждения нервов». В 1867 году Митчелл впервые ввел такой термин – каузалгию. Потом Пирогов ввел термин «посттравматическая гипералгезия». Затем появился термин «пятнистый остеопороз зудека». Сейчас мы этот синдром используем. Потом появился диагноз «периартериальная симпатектомия» в качестве лечения комплексного регионального болевого синдрома, посттравматический болезненный остеопороз, синдром плечо-кисть. И вот, наконец, в 1995 году Международная ассоциация по изучению боли ввела этот термин – комплексный региональный болевой синдром. Он до сих пор присутствует в нашей практике, и именно он более правильным. Хотя, с другой стороны, если вы напишите «пятнистый остеопороз» или «синдром зудека», ничего страшного не будет. Самое главное – определить этот диагноз, и самое главное – правильно его лечить. Потому что пациенты с комплексным региональным болевым синдромом – это очень тяжелые пациенты. У меня в практике был пациент, которого привела мама на консультацию. Мальчику было 18 лет. Посттравматический вот этот пятнистый остеопороз у него был. Года 4 назад он перенес травму, и вот постепенно стал развиваться этот комплексный региональный болевой синдром. Я его видела уже на третьей стадии, когда у мальчика была контрактура, когда у него была психопатизация личности. Он потерял, он, естественно, не смог продолжать обучение. То есть мальчик был глубоким инвалидом. И, между прочим, все потому, что вовремя не распознали этот диагноз и не стали его правильно лечить. То есть его лечили физиотерапией. А вот мы с вами рассмотрим все-таки, как правильно нужно лечить, и когда есть надежда, что мы можем этим пациентам помочь. Комплексный региональный болевой синдром делят на три типа. Но, может быть, не стоит их так запоминать, хотя бы представлять, какие синдромы мы можем встречать. Первый тип – это без повреждения периферического нерва. В результате вот пятнистого остеопороза, синдром Зудека, например. Второй тип – с повреждением периферического нерва непосредственно каузалге. Представителем ярким второго типа являются фантомные боли. Когда конечности нет, а она болит. Поврежден периферический нерв. Ну и третий тип – это патология центральной нервной системы. То есть когда повреждаются надсегментарные отделы вегетативной нервной системы. Вот как мы говорили, пожар не только на периферии, но и в голове. Например, последствия острых нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы. Мы с вами знаем, да, парализованные конечности могут быть отечными, мацерация кожи, трофические нарушения. И, казалось бы, это ведь не таламический, да, инсульт. Почему парализованная конечность болит, скажем так, доставляет беспокойство пациенту и так далее. Это проявление тоже комплексного регионального болевого синдрома. Вот так могут выглядеть эти пациенты. То есть пациентка перенесла травму лучевой кости, кость, скажем так, срослась. Травматологи выписывают пациентку в труд. Она, естественно, работать не может, потому что рука у нее болит, она отечна, мешает спать за счет того, что она болит. Вот, пожалуйста, нога, тоже самая рука, да, вот так они представлены. Таких пациентов мы видим достаточно много. Чаще встречается у женщин, возраст средний или пожилой. Как правило, это астенические пациенты и вес менее 60 килограмм. Конечно, чтобы правильно лечить, нам нужно представлять патогенез. Почему у некоторых возникает комплексный региональный болевой синдром, а у других нет? У одного после травмы он развивается, а у другого нет. Должны быть комплекс предрасполагающих факторов. Какие это? Это пациенты, у которых имеет место гиперчувствительность периферических тканей к симпатическим импульсам. Вот гиперчувствительность. Кроме того, должна быть повышенная импульсация по этим симпатическим нервам. Конечно, у них имеет место дисфункция центральных противоболевых структур. И нередко часто в анамнезе у этих пациентов какие-то эмоциональные расстройства и аллергические реакции. Вот когда все эти четыре фактора совпадают, вот у этого человека разовьется КРБС. То есть гиперчувствительность периферии к симпатическим импульсам, патологическая импульсация чрезмерно симпатическая, дисфункция антиноцептивной системы, ну и вот эмоциональная нагрузка может быть. Клиника проявляется, ну вот АТАС, ведь это же АТАС, да, ангиотрофологический синдром. Соответственно, ангиопроявления, трофические проявления и алгические проявления. Из них складываются полностью синдром ангиотрофологического синдрома, комплексно-наворигионального болевого синдрома. Хочу отметить, что трофические расстройства затрагивают все поверхности, скажем так, конечности, предположим. Вот посмотрите, то есть поражается не только кожа и подкожная клетчатка, то есть сухость истончение кожи, подкожной клетчатки, затем мышечного слоя и кости. Вот почему пятнистый остеопороз, то есть начинается с кожи, а потом трофические нарушения достигают кости, то есть на глубину, и развивается даже поражение кости, развивается вот пятнистый остеопороз в частности. То есть серьезное дело, правда, нельзя проходить мимо такой патологии. Стадии острая, генерационная, когда больше всего представлен болевой синдром, трофических еще немного. Подострая дистрофическая стадия – это до шести месяцев, когда уже начинают нарастать трофические нарушения, появляются психопатологические проявления. А вот хроническая дистрофическая стадия – это после шести месяцев приблизительно и может длиться годы. Вот мальчика, которого я видела, он был, конечно, вот на этой третьей стадии, когда помочь ему было очень сложно. Боль у него уже присутствовала мало, так и есть. В основном это присутствовали трофические нарушения, атрофические процессы, флексорная поза конечностей, так и было, контрактура выраженная. И, конечно, это психопатология, потому что пациент дезадаптирован в социуме. Еще вот, пожалуйста, картиночки. Пациентка перенесла также перелом, вот у нее такие. И вот, пожалуйста, у нее трофические нарушения на уровне кости, у нее остеопороз. На нижней конечности тоже на 40-й день после травмы перелома уже нет, а мы уже видим проявления трофические в виде остеопороза. Как лечить комплексно-региональный болевой синдром? Мы же помним с вами патогенез, что там что-то идет, речь в первую очередь про симпатическую, чрезмерную импульсацию и чувствительность периферических нервных тканей. Значит, мы должны подавлять вот эту чувствительность и чрезмерную симпатическую импульсацию. Каким образом? Ну, конечно, антиконвульсантами. Вот в первую очередь антиконвульсантами. Никакие НПВП в данном случае не помогут. Конечно, они могут облегчить боль на какое-то короткое время. В основном это антиконвульсанты, ну и антидепрессанты. Когда мы видим, что процесс приобрел хроническое течение, мы назначаем антидепрессанты, когда у нас проходит больше трех месяцев. Кроме того, используют еще и кортикостероиды. В дозе небольшой, один миллиграмм на килограмм, ну, то есть это не пульсотерапия, но тем не менее, через день, две недели. Это даже иногда имеет диагностический критерий. Если мы видим облегчение, то мы можем, собственно, утвердиться в том, что мы на правильном пути. Безусловно, физиотерапия самая разнообразная, но вот только на последнем месте. Вначале это все-таки антиконвульсанты, антидепрессанты. Ну, конечно, нейрометаболическая терапия, да, безусловно. И психовегетативный синдром. Самый частый синдром дисфункции вегетативной нервной системы. Опять же, клиника из названия психовегетативный синдром. Значит, какие-то обязательные эмоционально-личностные расстройства и вегетативные. Почему эти пациенты попадают в разряд трудных? Потому что у них полисистемность жалоб. Они жалобы затрагивают кардиоваскулярную систему. Это боли в области сердца, кардиоаритмические проявления, гипергипотония может быть. Это респираторный гипервентиляционный синдром. Он приходит и говорит, у меня бронхиальная астма, доктор, идет к пульмонологу, у меня бронхиальная астма, его исследуют. А у него не бронхиальная астма, а у него гипервентиляционный синдром в рамках дисфункции вегетативной нервной системы. Гастроэнтестинальный, тошнота, рвота, сухость во рту, отрыжка, абдоминальные боли, метеоризм, мурчание, запоры, поносы и так далее. Нарушение терморегуляции, сосудистая регуляция, акрационоз, гипотермия, феномены рыльной и так далее, волны жара и холода. При климактерическом, например, синдроме, это ведь тоже психовегетативный синдром. Вестибулярное, несистемное или психогенное головокружение, как мы его называем. Урогенитальная боль в области анагенитальной зоны, половые расстройства у женщин и мужчин и так далее. Вот иногда психиатры шутят на этот счет. У одного сердце болит, у другого боль в анагенитальной зоне. Психиатры иногда шутят. Чем выше интеллект, тем выше уровень жалоб. Вот ком в горле иметь прилично, да? А боль в области анагенитальной зоны, это психиатры так шутят. Безусловно, это шутка. Но вот имеет место такая шутка. К какому врачу эти пациенты ходят? Вот ко всем врачам они и ходят, и к гастроэнтерологу, и к кардиологу, и к пульмонологу и так далее. И очень хорошо, если они придут к неврологу, который их не, скажем так, не отмахнется от них и возьмется за их лечение. Почему у одного пациента болит сердце, а у другого опять же болит желудок? Вот что определяет все-таки, если говорить серьезно, да, не шутить на этот счет? Конечно, ну вот как вы скажете мне, что определяет все-таки выбор органа? Почему у одного болит сердце, а у другого болит желудок? Какие у вас есть мнения? Что определяет? Определяет ли преддиспозиционный фактор? Вот, допустим, у человека была язвенная болезнь. Это будет определять его дальнейшее течение, да? Рвется там, где тонко, согласитесь? Дальше. Будет ли иметь место, будет ли иметь значение подобное заболевание или подобный синдром у близких или дорогих ему людей? Это очень часто, согласитесь? Приходит девочка и говорит, у меня бронхиальная астма, у моей мамы бронхиальная астма. А у ее мамы тоже был психовегетативный синдром, и у девочки тоже гипервентиляционный синдром. Согласитесь? Так и есть. Еще что. Витальная значимость органов в жизни человека. Конечно, в первую очередь болят за умереть от инфаркта миокарда. Так ведь? Задохнуться, сойти с ума, заболеть онкологическим заболеванием, канцерофобия у человека развивается и так далее. И, безусловно, согласитесь, что для того, чтобы развился психовегетативный синдром, все равно должно быть какая-то психотравмирующая ситуация в анамнезе или накануне. Просто так психовегетативный синдром никогда не развивается. То есть всегда у человека есть какой-то конфликт психопатологический. Несоответствие желаемого и действительного. Несоответствие желаемого и возможного. Что страшнее? Несоответствие желаемого и действительного или желаемого и возможного? Желаемого и возможного, согласитесь? Желаемого и действительно. Мы все сейчас с вами хотим на море оказаться, да? Но мы сейчас не можем. Но, возможно, через какое-то время мы там окажемся. А вот когда несоответствие желаемого и возможного, никогда она не будет учиться в Лондоне и в Кембридже. Никогда она не выйдет замуж за мужчину, как молодой Шварценеггер. Правда? А очень хочется. И она понимает, что этого уже не случится. И мы видим много таких пациентов, у которых несоответствие, и они страдают на этот счет. Зависит ли клиническая картина от возраста? Конечно. Мы же говорим с вами, да, и шутим по поводу климактерического синдрома. Вот волны жара, вот жарко, вот форточка всегда открыта, да, раздражает все ее вокруг. Это ведь вегетативное проявление. Конечно. Вот в пожилом возрасте, скажем так, климактерическом, так все и есть. В подростковом возрасте слабость, утомляемость, головные боли, нарушение аппетита. Как в школу идти, голова болит. Как каникулы, голова не болит. Бывает такое? Живот болит еще иногда, нередко, да? В среднем возрасте это в основном болевые синдромы, ну и может быть головокружение. Это приблизительно, это относительно. Не обязательно так должно быть, но есть определенная закономерность. Что волнует пациента больше всего? Конечно, не зря в МКБ-10 у нас есть такая рубрика, которая нам очень помогает в практической деятельности. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы. Соматоформная. То есть в первую очередь это соматоформные жалобы, соматические жалобы. Вот боль в сердце, боль в желудке, учащенное сердцебиение и так далее, и так далее. И болевые синдромы. На втором месте пациенты жалуются на остыние. Вот утомляемость, нет сил подняться и пойти. Нередко они жалуются на когнитивное снижение. Как правило, это не могу сосредоточиться. Рассеянность внимания, голова как ватная, голова не свежая, не ясная и так далее. Депрессия и снижение мотивации. Ничего не хочется. Раньше любила ходить в театр. Сейчас только вот до дома и лечь, покушать и лечь на диван. И, конечно, это тревога. Дальше. Какая этиология? Все-таки соматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы. Все банально. Конечно, это сочетание какой-то психической травмы или хронического стресса, чрезмерно напряженной работы, физиологические лишения нередко играют очень большую роль. Например, хроническое недосыпание, отсутствие отдыха. Возникновению всяким дисфункцией вегетативной нервной системе и неврастении как проявление астенического синдрома способствует ослабляющий организм инфекции и интоксикации, в том числе алкоголь. Вроде бы кажется, алкоголь снимает тревогу пьяному морю по колено, но тем не менее алкоголь только отодвигает проблемы и не решает их. И регулярное употребление алкоголя в качестве противотревожного даже средства оно может только усугубить проблему. Конечно, эндокринные расстройства, недостаточное питание и так далее, различные редукционные диеты в том числе. Конечно, мы с вами врачи, и в первую очередь мы думаем, как помогать нашим пациентам. Вот в частности про психовегетативный синдром. Еще раз хочу подчеркнуть, что немедикаментозная терапия очень важна. Мы не должны забывать про нее. К психологу мы должны пациента направить. Какую-то беседу психологическую, психотерапевтическую мы должны провести. Да, может быть, мы будем говорить банальные вещи, но мы должны говорить, потому что если мы ничего этого не скажем, то уже никто пациенту ничего подобного не скажет. Иногда сказанное одно банальное слово может действительно повернуть жизнь пациента вспять. И бывает так. И хотя бы даже ради этого стоит повторять, может быть, банальные вещи. Ну а если говорить про медикаментозную терапию, то в первую очередь, конечно, здесь стоит делить дисфункцию вегетативно-нервной системы пароксизмального характера, это, например, панические атаки, панические расстройства и перманентного характера. Медикаментозная терапия все равно будет разной. Если говорить про панические атаки, которые сейчас очень распространены и дебют их в среднем возрасте, и мы их кодируем всяко-разно, с аматоформной дисфункцией вегетативной нервной системы, но можем и паническое расстройство, и острая реакция на стресс, но это уже психиатрические все-таки диагнозы, для нас неврологов и, может быть, терапевтов подходит все-таки больше G90.9. Так вот, панические атаки, которые проявляются симпато-адреналовыми проявлениями и обязательно витальным страхом, страхом сойти с ума, страхом умереть, но иногда еще бывает без повышения артериального давления и без повышения частоты сердечных сокращений, а иногда бывает без витального страха. Вот сейчас же выделяют в классификации «бесстраховая паническая атака». Вот раньше у нас был термин «симпато-адреналовый криз», и он был, наверное, более лаконичным, более глубоким. Когда ввели паническую атаку, ну вот паническая атака, она уже предрасполагает панику, а сейчас вот приходится нам возвращаться без паническая паническая атака. Ну, это симпато-адреналовый криз с повышением давления и сердцебиения, но без какого-то витального страха. Так бывает. Если говорить про терапию панических атак, есть различные международные рекомендации. Вот я несколько их привела. Конечно, на первом месте везде идут антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Вот во всех этих трех, которые я привела в международных рекомендациях, на первом месте идут, конечно, СИОСы. Но это лечение в межпреступном периоде. Любой СИОС должен накопиться. Чтобы скупировать паническую атаку, конечно, мы прибегаем к бензодиазепиновым препаратам. То есть релюм, феназепам и так далее. Все равно, чтобы купировать непосредственно паническую атаку, это будет бензодиазепин. Но только чтобы купировать. А лечить мы должны все равно препаратами базовой терапии. А если говорить про лечение психовегетативного синдрома в межпреступном периоде или перманентного проявления, вот это как раз те пациенты, которые на приеме у терапевта, на приеме у невролога, на амбулаторном приеме. Не паническую атаку мы купируем, а вот лечим его так, чтобы у него не было этих панических атак, или чтобы их было меньше, или чтобы его не бросало в жары, в холод, чтобы он легче переносил перепады, погоды и так далее. Вот направление терапии. На первом месте еще раз подчеркну упорядочение режима труда и отдыха, устранение причины эмоционального перенапряжения, общее укрепление организма и психотерапия. Еще раз, это самое главное. Это самое главное. На втором месте, конечно, антиастеническая нейрометаболическая терапия. И, конечно же, коррекция психоэмоционального статуса. Коррекция психоэмоционального статуса по требованию, скажем так, смотря что больше присутствует. Тревога, значит, противотревожная терапия. Депрессия, значит, может быть, антидепрессанты. А вот если говорить про антиастеническую нейрометаболическую терапию, мне хотелось бы чуть подробнее остановиться. Конечно, человек предъявляет жалобы на астению, на слабость, на то, что плохо соображает у него голова, что он очень быстро утомляется, что вечером ему ничего не хочется, только лечь и полежать. И, естественно, рука тянется к ноотропам, простимулировать пациента. Но мы с вами прекрасно понимаем, что у нас есть так называемый синдром раздражительной слабости. То она раздражена, то она в апатии. И назначив ноотропы откровенные или в большой дозе, мы можем вызвать усиление тревоги. Согласны? Мы можем вызвать нарушение сна. Согласны? Поэтому ноотропы нужно выбирать очень аккуратно. И вот какие ноотропы? Например, антиоксиданты. Почему нет? Болезни оксидантного стресса самые разнообразные, в том числе с аматоформной дисфункцией вегетативной нервной системе. Антиоксиданты бывают первичные, бывают вторичные. Это витамины, препараты янтарной кислоты и так далее. Мы с вами много знаем антиоксидантов. Это и наш любимый миксидол, и дженерики различные, да, миксиприм и так далее. А есть антиоксидант Нейрокс, также фирмы Сотекс, тоже наш отечественный препарат. Все антиоксиданты чем хороши? Они отдают вот эти свободные электроны для того, чтобы создать пару у свободного радикала. То есть оксидантный стресс, что это такое, да? Это разбитые пары, и этот разбитый электрон разбивает здоровые пары, скажем так, находя себе пару. А вот антиоксидант, он отдает, он является донором вот этих свободных радикалов, вот этих электронов. Нейрокс еще раз, да, препарат, который есть в ампулах и так далее. Антиоксидант Нейрокс и как антигипоксант, и как антиоксидант, и как ноотроп, анксиолитик, стрессопротектор и так далее. Следующая группа препаратов – ноотропы. Уж если выбираем ноотропы все-таки, так лучше выбирать гамкергические, согласитесь? Потому что гамк – это нейромедиатор торможения. Он именно регулирует чрезмерное возбуждение в наших синапсах. Хорошо мы знаем с вами фенибут, очень давно знаем, и в детской практике его используем, пантагам, пантокальцин, гамкергические антропы. А есть гамкергический ноотроп, который называется анвифен, также компанией Сотекс. Это также аминофенилмасляная кислота, аминофенилбутирицы ацидимы, так должны выписывать в рецепте, в неномерном. Это препарат, безусловно, ноотроп, но с умеренным и умеренно выраженным анксиолитическим эффектом. То есть кто-то считает, что это успокаивающий препарат, но вообще-то это ноотропный препарат с успокаивающим эффектом. Улучшается качество сна на фоне этого препарата, снижается чувство тревоги, напряженности, беспокойства и так далее. Но не вызывает миорелаксацию, дневную санливость, и это хорошо. Не вызывает синдрома привыкания, синдрома отмены. Ну и еще один препарат – цитиколины. Мы с вами знаем, много цитиколинов, опять же, на нашем рынке. Это природное эндогедное соединение холин и цитидин. Способствует восстановлению поврежденных мембран, мембранопротектор. Именно при соматоформных дисфункциях, при любых. И как представитель этого препарата цитиколина с торговым наименованием неэпилепт, опять же, компанией Сотекс, представлен хорошо на нашем рынке. И проведено несколько исследований. Вот, например, в 2018 году опубликовано последнее исследование. Смотрели влияние неэпилепта цитиколина у пациентов с функциональной остынеей. И он показал очень хороший статистически достоверный эффект. Кроме того, смотрели его, как он влияет на когнитивное нарушение и тревожно-депрессивное расстройство. Опять же, когнитивное и тревожно-депрессивное – это вот как раз то, что нам нужно. И также он показал хорошие данные, хорошие результаты. Еще, пожалуйста, когнитивное нарушение и тревожно-депрессивное расстройство. Также вот уровень депрессии оценивали, уровень тревоги. Смотрели физическое функционирование, болевые проявления, жизнеспособность, психологическое здоровье. Это вот все одно и то же исследование, разные его направления. Таким образом, лечить вегетативную дисфункцию, с одной стороны, непросто, с другой стороны, просто необходимо, потому что эта патология очень разнообразна. Она имеет представление как на периферическом уровне, так и на надсегментарном виде психовегетативного синдрома, а также в виде ангиотрофологического синдрома. Терапевты, врачи общей практики должны помнить про это заболевание, выявлять его и адекватно лечить.